Поделиться знаниями и перенять опыт – это главная задача всех участников спорта-корда. Поэтому многие участники конвенции, а именно мэры городов, готовящихся принимать Олимпийские игры, с интересом ждали здесь именно выступления главы Сочи. В своем докладе Анатолий Пахомов отметил, что наследие Олимпиады 2014 трудно переоценить. Город полностью обновил свою инфраструктуру, решил проблемы в сфере экологии, транспортного обеспечения, энергетики и коммунальной сферы. А главное – курорт стал круглогодичным, готовым принимать мероприятия любого уровня и формата. Только в прошлом году здесь таких прошло более 120. Город Сочи востребован, площадки, которые были построены к Олимпийским играм, сегодня задействованы на все 100%. И сегодняшнее мероприятие – это очередное подтверждение тому, что город Сочи, его возможности очень нужны для проведения спортивных мероприятий, событийных мероприятий, культурных мероприятий. И мы только говорим – добро пожаловать в город Сочи. Открыть новые горизонты международного спортивного сотрудничества в различных областях направлена и выставка, которая работает в рамках мирового спортивного и делового саммита «Спорт Аккорд». Ко всему прочему, спортивные организации со всего мира здесь расширяют связи, в том числе и с представителями бизнеса, которые инвестируют в спорт. Катар, Япония. Представлен в экспоцентре и стенд Объединенных Арабских Эмиратов, где, кстати, уже стартовал чемпионат мира по воздушным гонкам. Говорят, в мае приедут посмотреть на серию авиагонок в Сочи. Мы здесь, чтобы участвовать в этой большой экземпиции. Все знают, что «Спорт Аккорд» – самая главная площадка для организаторов спортивных праздников, поэтому мы здесь презентуем свои мероприятия. Хотим узнать о ваших. Я в Сочи второй раз, и все, что я видел – это великолепно. «Спорт Аккорд» проводится в России уже во второй раз. В Сочи эстафету конвенции подхватил после культурной столицы Санкт-Петербурга. Более того, принято решение о ежегодном проведении конвенции в нашей стране вплоть до 2018 года.